Здравствуйте, дорогие вязальщицы, дорогие рукодельницы, все те, кто зашел ко мне на канал. Вчера я выложила мастер-класс повязки на голову, которые сейчас очень модно. А сегодня я хочу еще одну повязочку вам показать, как вяжется повязка эта на голову. Очень-очень простая, даже тот, кто не умеет вязать, он свяжет буквально за 2 часа, это от силы. Я вот связала ее, час двадцать я вязала для того, чтобы не задерживать внимания, но я до конца еще не довязала. Будем вязать мы платочной вязочкой, вот посмотрите, вот такая платочная вязочка. Сейчас солнце такое, я уже закрыла жалюзи, если плохо видно, то я извиняюсь, я иначе не могу. Иначе у меня не получается, там темно, а там холодно, а там вообще непонятно что. Итак, дорогие мои, что мы делаем? Это повязочка у меня, вчера у меня была уже повязочка, я набирала 22 петли. Сегодня же я набрала 26 петелечек начального ряда. Вот набираем 26 петелечек, вот такая получается у нас, вот такой ширины эта повязочка. Затем, как же вяжется вот такая вязка, вот дорогие мои, посмотрите, как она красиво смотрится. Эта вязка вяжется очень просто, только лицевые петли. Первый ряд лицевая, переворачиваем вязание лицевая, 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 лицевая. И получаются у нас вот такие вот рубчики, вот один, два, три, четыре и так далее. Как же мы вяжем? Вот вы вяжете, первую и последнюю петлю мы провязываем лицевой, а первую петлю всегда снимаем, для того, чтобы красивый был у нас край. Дальше, смотрите, когда мы связали, вы берете и меряете на свою головку. Вот, смотрите, вот я связала, может учтите, что вязание оно всегда тянется. Видите, как красиво. Теперь, мне уже достаточно, теперь я возьму и последний край, последний ряд я закреплю. А как закреплять, вы уже, наверное, точно знаете. А кто не знает, я вам сейчас пару стежочков покажу. Берем две петли, провязываем ниточкой и снимаем эту петельку, мы опять на левую спицу и снова две петельки протягиваем и снимаем. И так до конца, оставляя ниточку. Так, дорогие мои, вот у меня получилось, вот я раскладываю это полотно, которое я связала. Так, что мы делаем теперь? Мы должны сшить это все. Значит, мы сейчас делаем так. Вот мы, допустим, до серединки вот этот край и этот край, чтобы одинаково было. А дальше, как мы будем сшивать? Точно так же, как и в прошлый раз, то есть в том вязании. Вот мы берем, берем здесь вот так, короче, соединяем два конца. Один, и эти два конца мы соединяем. И тут у нас ниточка, и тут ниточка. Что мы делаем дальше? Дальше мы вот это вот просовываем. Это первая, получается будет вторая, третья и четвертая. Вот так вот, вот такой ширины у нас будет. Поняли, дорогие мои вязальщицы? Теперь мы возьмем цыганскую иголочку. И цыганской иголочкой мы сейчас вот это вот все прошьем. Ну, а теперь смотрите, как нужно прошивать. Обязательно, чтобы соответствовали все четыре, все четыре здесь краешка, да, которые мы вот взяли и на половинке сделали. Вот видите, как? Теперь вот я беру и через каждые, через четыре сшиваю. Просто вот таким, взад-вперед, взад-вперед. Вот так, вы поняли, дорогие мои? Вот мы пошиваем. У нас остается и та ниточка. Раз, два, три, четыре. Смотрите внимательно, чтобы и третья, вот тут вот, которая третья, тоже прошилась. Потому что если не прошьется, не прошьется, тогда у нас неправильно будет выложено здесь, вот как будто бы жгут. Когда мы сшиваем, у нас получается как будто жгут. Ну, дорогие мои, я вам потом покажу еще одну повязочку, связанную жгутом, где не надо сшивать это. А просто жгут будет, красивый жгут, вот, и этим жгутом будет украшена наша повязка. Ну вот, смотрите, вот я до конца довязываю. Ой, вам не видно? А я и не смотрю, что вам не видно. Вот, так и так. Так, теперь я вот эти два свяжу ниточки. Я всегда так связываю ниточки, я вам уже говорила. Все, и здесь эту закреплю. А теперь, знаете что, я возьму сейчас вторую ниточку и также прошью несколько стежков, закрепляя их, как вот, как мы всегда узелок закрепляем. Ну, я не буду вам показывать, сейчас сама закреплю, а потом покажу, что у меня получилось. Так, дорогие мои, вот мы сшили. Теперь вывернем, посмотрим, что у нас получилось. Так, выворачиваю. О, круто, круто! Когда шире повязочка, получается красивее вот этот, вот видите, вот этот переворотик. Так, ну, а сейчас я надену ее и посмотрим, что же из этого вот получится. Очень даже симпатичненькая, очень даже хорошенькая. Ну, вот, посмотрите. Вот так вот смотрится повязочка. Вот этот разворотик здесь хорошо перекрещенный. Вот, это вот кто любит без щелки носить. Очень даже красиво, очень даже хорошо. Ну, вот я сейчас повернусь, повернусь, тут и хвостик у нас, видите, и хвостик. Можно привязать себе и волосы, чтобы были распущенные. Так, или же можно сюда челочку, а хотите, тут у вас будет игулька, и все. Любую прическу можно сюда сделать. Очень даже симпатично получается. Во-первых, тепленько, во-вторых, смотрите, очень хорошо, почему? Потому что и ушки закрыты, и вот здесь вот все хорошо. И под любую одежду вы можете надеть вот такую чудесную, красивенькую. Как бы вам сделать так, чтобы она хорошо смотрелась, потому что везде здесь свет такой падает, что это ужас какой-то. Все, дорогие мои, вот такая повязочка. Я ее связала за час двадцать. Ну, а те, кто не умеет вязать, ну, часа два, это от силы, вот так вот. Так что вяжите вот такую красивую, такую замечательную повязочку. Я могу вам еще очень много разных вязок, повязочек, потому что сейчас очень модно и очень удобно. Такие повязочки, и не жарко, и не холодно. Все, до свидания. Желаю всем успехов. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok